смотрите как танк съезжает опачки плавненько спустился и проезжает дальше смотрим как переднее колесо будет плавненько отпускаться и готова я рад вас приветствовать друзья на канале мехвод сегодня мы вместе с вами опять приехали на площадку где разгружаются новые автомобили сегодня наше внимание привлек китайский автомобиль как вы поняли танк 300 мне стало интересно как же он выбирается из провала причем провал будет не один а провала будет сразу два на задней оси и на передней оси смотрите полностью засажены колеса колеса кстати 17 данная версия на муфте под капотом танк 300 расположился бензиновый двигатель 2 0 мощностью 220 лошадиных сил работает в паре с восьмиступенчатым автоматом коробка zf привод полный есть полный привод на муфте есть полный привод подключаемый принудительно в некоторых комплектациях есть блокировка дифференциала в заднем мосту и вроде даже есть блокировка дифференциала в переднем мосту все эти машины собираются в китае из китая поступает в продажу на российский рынок кстати танк 300 это получилось довольно таки удачная модель у компании тэнк его в отличие от и 500 покупает намного лучше потому что двигатель 220 до до налоговой надежный автомат zf восьмиступенчатый полный прямо привод есть рама автомобиль этот раны у него кузов не несущий значит запас прочности довольно таки большой и как я сказал есть две версии 1 city для города машина оборудована муфтой и есть комплектация spartime где при полный привод подключается принудительно так внимание ручки поехали опа свободно без всякой пробуксовки и так за первые дни колесо сейчас снова засаживается провал плавника о элементарно друзья и пока у нас есть возможность посмотреть днище на танк 300 давайте посмотрим хотя я помню мы уже смотрели на нем днище дам проходим на автовоз что вы видим во первых это рамный автомобиль установлена рама вот здесь она четверо видна также видим абсорбер который разместился в задней части кузова автомобиля кузов у нас обработан антикоррозийным составом шумопоглощающим также видим открытый шовный герметик видимо открытый катафорезный грунт все эти дела нужно будет закрывать миниатюрный глушитель хотя нет это просто труба глушитель у нас большой здоровый расположен центральной части кузова автомобиля вот он глушитель а вот здесь уже идет у нас резонатор бачок поменьше топливный бак расположился с левой стороны он закрыт металлической защитой полностью также обратите внимание что центральная часть вещь обработана шумопоглощающим антикоррозийным составом еще и залито черной мастикой здесь мы видим топливный фильтр тонкой очистки трубки пластиковые также видим выше трубки тормозной системы кардан смотрим на крестовинах что немаловажно это все-таки у нас внедорожник на заднем масс на заднем мосту на задней оси установлен мозг подвеска зависимая пружина есть стабилизатор поперечной устойчивости также отмечу что есть версии где заднем мосту дифференциал с принудительной блокировкой какая данная версия я не знаю друзья не смотрел здесь по всей видимости у нас колодки ручника как в уазике раздатка либо в ней встроена муфта либо здесь у нас установлено принудительное включение полного привода хотя как мне сказал водитель автовоза всей версии здесь идут с автоматическим полным приводом значит на муфте нижняя часть коробки закрыта железной защитой броневой коробка здесь восьмиступенчатая zf автомат полноценный двигатель 2 0 220 лошадиных сил нижняя часть силового агрегата полностью закрыта металлической защитой передняя подвеска независимая многоры чашка на пружинах передние лакера пластиковые также видим антикоррозийную обработку колесных арок из нюансов я даже не знаю друзья что отметить вроде у нас что силовая установка в нижней части закрыта полностью металлической защиты единственное что часть вот это раздатки сзади немного не закрыта но здесь в принципе ничего не доставить потому что есть толстая перегородка от рамы да вот ну рама вот здесь у нас установлена рано лонжеронного типа по отношению компании джили а именно к моделям тугела и к манджаро танк 300 упаковывается в китае немного скромней здесь у нас что от пескоструя закрывает капот закрывает вот эту боковую часть ставят такие накладочки чтоб по машинам рядом стоящим не стучать сзади накладочки установлены и под ручками на дверях и на дверях сзади несмотря на то что была засажена и передняя ось и задняя ось не проблема выехал я считаю что танк 300 это одна из немногих моделей которая достойна внимания из китайских моделей да все что надо здесь есть рама полный привод нужно муфта есть муфта нужно принудительный полный привод есть принудительный полный привод кто конкуренту танк 300 на российском рынке это конечно же джетур т2 новиночка это конечно же боек биджи 40 все эти машины стоят примерно одинаково 4 миллиона 500 тысяч рублей это пустые не до оснащенные дополнительным оборудованием если машину приоденут поставим лет багажник поставят лестницу поставить другие колеса то она конечно же будет стоить уже намного дороже будет под 5 миллионов рублей как вам танк 300 оставьте свое мнение в комментариях мне очень интересно почитать его подискутировать с вами теперь я хожу в комментарии до новых встреч